Позвонили домой. А вы тоже здесь работник, да? Да, естественно. А, ну понятно. Восемь часов вечера было сказано об этом. В полвосьмого мне позвонил мой продавец и говорит, что в семь часов утра просили быть на детском месте. Я приехала, конечно, в семь часов утра. Смотрю, а там уже милиции полным-полно. Администрация нас в известность не ставила. За аренду взяли в начале месяца, как положено. Понятно. И вот, а у кого нет гаража, а у кого нет съемного склада, чтобы складировать все это. Вон, посмотрите, как мои велосипеды. Хорошо, что я сейчас нашла помещение, другой магазин, переезжаю. Но не у всех есть такие возможности. Согласитесь. И так с людьми не поступают. Кричали сопротивляться милиции, а в толку. В толку никакого. Я не с милицией подписывала договор. Я договор подписывала с администрацией. Я должна требовать не у них, а у администрации. Ну да. Такой вопрос, скажите. Ну, ваше руководство, ваш директор, он же должен был, так сказать, думать о том, что это возможно и как-то готовится. Естественно. То есть документы у вас не были все-таки оформлены на эту... А откуда мы знаем? Договора-то у нас были, с ними заключены. Мы же ни с городом, ни с районом самостоятельно не заключаем. Это не входит в наши... Привет, Галочка. Это функции администрации. Они с ними, а мы с администрацией. Ну, понятно. Так же мы ничего не имеем права требовать ни от милиции, ни от тех, кто приехал это снимать. Мы здесь только... Ну, ясно. Нет, мы, конечно, будем отстаивать. Все равно нам самое главное, чтобы эта зеленая зона была и все. Правильно. И посмотрите, где был этот зеленстрой и где была милиция, когда здесь вырубали елки и деревья. Их близко здесь не было. Ну, да. А сегодня понаехали... Команда поступила, и вопрос... А сегодня понаехали, как будто пиво здесь бесплатно дают. И даже ни одного из этого самого... Ни с тебе немає, никого не приехали, чтобы показать... Нет, так это же должны вы заниматься, понимаете? Вас надо было уже вчера вечером поднимать бунт, обзвонить, и все, и, как говорится, поднимать вопрос защиты. Нам сказали быть здесь в 7 часов утра. Да. А цель приезда не обосновали. То есть, понимаете, можно было звонить, ну, а потом, а если это ложная древолюка, что звонит людей, и... И что? Здесь никто не поможет? Никто. Если им не продлили договора на аренду. Да, да, да. Здесь они, если это так, они правы, 100%. Надо. Ладно, держитесь в том, что опускать руки нельзя, и в любом случае надо добиваться, если вы заключали договор своим руководством и на соответствующую и правовую защиту, и все остальное. Поэтому думайте. Ладно. Продолжение следует...